Нашла? Она вышла, у нее в биополе черный куб. Она как в квадрате в этом. Черный куб? Да, она в этом кубе. Хорошо. Так будем поднимать? Да. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Алену в защитный скафандр. На время работы с тонкими телами вместе с тонкой копией Алены поднимайся в кум-то диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Алену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в свое биополе наперед сеанса? Накивает. Хорошо. Вы не знаете происхождение этого куба, Алена? Какого куба? В котором вы стоите. Черный куб. Это моя жизнь черный куб. Я не вижу его. Понятно. Хорошо. Скэнер. Просканируй сейчас Алену. Отключи этот куб. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, подключками. Выведи его полностью из биоробот, из тонких тел. И как все это выходит, с силой моего намерения отправляя в клетку тюрьму. Этот куб был меньше. Он был только в голове, когда она была маленькая. И он полностью разросся и поглотил ее. Хорошо. Скажешь, как закончится. Готово. Отлично. Алена, вы видите этот куб сейчас в клетке? Я неуютно без него. Наищет его. Нормально. Я к нему привыкла. Понятно. Сейчас я вам чуть больше об этом кубе расскажу, к чему вы привыкли. Даю команду. Скэнер. Скэнер сканирует пространство над головой Алены под ногами 360 градусов. Вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Алены. Находит все. Здесь гуманоид ящер. Вот так. Красный дракон. Красный дракон. И демон. Какой у нас демон, Вера? Ну, посмотри. 14. У тебя есть контракт с ней? Да. Контракт. У кого еще есть контракт с ней? Ни у кого. Только у демона. Хорошо. Сколько находится в биополе демон? Когда наблюдался с ней с рождения. Контракт с прошлой жизни. Хорошо. Значит с рождения. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 10 лет. Какой у нас красный дракон? 37.12. А ты что здесь делаешь, дракон? 37.12. Режет он. Пожар внутри устраивает сердце. Питается энергией. А у тебя есть какие-то от нее разрешения на эти действия вообще? Она генерирует энергию, которой он пытается. Нет у него разрешения. Ты понимаешь, что ты за это можешь получить? Отхватить неплохо. Наказание. Ты знаешь такое слово? Знаю. Хорошо. Если знаешь, значит ты осознанно здесь. Идем дальше. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. Какой у нас ящер, Вера? 328. Хорошо, ящер. Что ты делаешь в этом биополе? Он притянулся, потому что есть копия у него. Он в биополе не находится. У него находится копия. На каком основании ты забрал у нее копию? Копил. У гуманоида? Да. Откуда гуманоид? Так же, как все это делают. Не все это делают. Все, кто это делает, они или попадают, если им повезет, в межгалактическую полицию. Если не повезет, они уходят здесь, прямо на месте. В галактическое ядро или просто получают удар живой плазмой. Такие, как ящеры и гуманоиды. За нападение, агрессивное нападение в биополе, за отщипывание души. Я не нападала, я купил готовый продукт. Значит, ты купил. Если ты купил ворованное, соответственно, ты будешь тоже за это отвечать. У тебя находится часть ее души, незаконно приобретенная. У тебя нет прав на это. Я не знаю, как она приобретенная. Хорошо, тебе объяснят, как она приобретенная. Итак, переходим к виновнику этого торжества, гуманоиду. Откуда ты, паразит? Куда? Ута, на каком основании ты украл у нее часть души? Наблюдал. Понял, что душа ей не нужна. А почему ты понял? На основании каких умозаключений? Просвети меня. Она выход тащит из жизни. С маленького возраста. Мне интересна ее душа, а мне интересно. Алена, вам не интересна ваша душа? Я не знаю, что он имеет в виду. Хорошо, кто этот черный куб установил в биополе? Разрастила я. Гуманоида. Гуманоида, значит, черный куб. И сколько ты находился в биополе? Она так себя чувствовала в черной клетке, в пустоте, в темноте. А я лишь разрастила, чтобы она оттуда не выходила. Лишь разрастила. Хорошо. Тебя об этом кто-то просил? Нет. Все. Сколько ты находишься в этом биополе? Гуманоид. Я держал душу в темном теле. И я нахожусь достаточно давно, как только увидел этот куб. Больше 20 лет. 20 лет? Да, он находился рядом. Будем разбираться по всем нюансам. Скэнер, перед тем, как мы начнем, реверс энергии. Просканируй, пожалуйста, сейчас по лунту души Алены на настоящий момент. 54%. 54%. Где 46%? Куб заполнен. Там она не может найти выхода. И копия содержит часть. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Алены спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в ее биополе. Каналы выстраивает. Также выстраивает канал к этому черному кубу. Даю команду тонкой копии Алены произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Ей хватит энергии, Вера? Она у нее идет по каналам. И система еще показывает контракт. В контракте часть души у нее. И в контракте еще часть души. Понятно. Просто она не знает, что ей отдавать. Хорошо, Алена. Вы не знаете, что отдавать. Подхожу к Алене, помогая моей энергии по выстроенным каналам. Она отдает весь негатив. Все патогенное, все низкоаберационное, все, что она получила, все программы, все негативные мыслеформы, мощным потоком, возвращается к тем, кто их послал. Один, два, три. Пошел процесс. Она благодарит. Говорит, что я бы так не поняла. Все смешанное, где мое, где чужое, не разобрать. Согласен. Мыслеформы – это чужое. Теперь я знаю. Так и есть. Вот это все, что вам внушали, это и смыслеформы. Сейчас будем вашу душу искать. Гуманоид, ты же понимаешь, что с таким воздействием она бы долго не протянула в этом мире. Ты ее уничтожал медленно. Вместе со всеми остальными. Ну ладно, демона есть контракт. Это понятно. У тебя контракта нет. Ты понимаешь, что… Показывает этот куб. Он у нее был на уровне лба и внизу, где колени. Когда бы он разросся полностью выше головы и ниже ног, это был бы ее конец. Она бы захлебнулась этой чернотой. А сколько… Около пяти лет. Понятно, понятно. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Алена забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что ее похитили. Все, что они изъяли до последней капли, возвращает Алена себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Забираем из этого черного куба частички ДНК, частички души, весь биоматериал. Все родные энергии, все, что находится на частоте Алены, по праву забираем назад. Усилие потоки в 50 раз. Гомоноид говорит, что около пяти лет, смотря как она бы боролась за свою душу. Ведь за душу нужно бороться. За душу надо бороться. Вера, я ставлю монитор и посмотри сейчас происхождение этого черного куба, как он попал в ее биополе. Страх, у нее был большой страх. Возраст какой она маленькая была? В 9 лет. В 9 лет у нее этот страх, от страха появился черный куб. То есть ей никто этот куб не ставил. Черный страх у нее в голове. Она одна и вокруг нее только чернота. Она так себя чувствовала. Хорошо, здесь понятно. Все остальное они просто это все усилили. И оформили, как говорится. Гомоноид замечает такие состояния у биороботов. Он-то замечает, но то, что ребенку 9 лет, ты это не заметил. Он не входил в нее. Он создавал условия, чтобы черный куб никуда не делся. Он наращивал страхом. Еще большим страхом. Ждем окончания реверса. Готово. Готово. Хорошо. Начинаем с вытаскивания всего, что осталось. Начинаем с демона. Демон, выходи. Отключайся полностью. Снимай все, что установил в ее биополе. Возвращайся назад, докладывая готовность к проверке. Проверка будет проведена. Говорю для всех. Скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет вытащить, он сгорит в этой клетке. По каналам. Им понятно, кто выходит. Выходит демон. Демон, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Алены? Потому что они там есть, я не сомневаюсь. Сердце. У нее все шло на сердце, как камень. Хорошо. А ноги? И на ногах. На ногах у нее вообще закрученные, как пиявки, я бы сказала, на играх. Еще где-то есть? Сердце, ноги еще? Руки? На. На спине есть. На спине тоже есть. Понятно. Хорошо. Тебя эти лярвы интересуют? А спина у нее в области лопатки. Они как тяжесть ей давят. На легкие. А от чего там? Идеративно. Это от конструкции? Это от черного куба, вернее? Это от страха, да. От страха. Хорошо, идем дальше. Он так и не сказал, он хочет лярвы или нет? Да, он хочет лярвы. Он отвязывает друг у нее веревки и снимает с ног. Тяжелитель готов. Разрешаете забрать лярвы? У нее на груди большой камень тяжелый снимает. Вот так это все откладывается. В руках крутит, как тяжело это. Ого, все энергия, представляешь? Он закончил, Вера? Нет, с ног снимает. И спина там еще у нас. Он первый снялся с спины. Угу. Готов. Идем дальше. Твоя очередь, инкуб, выходи. Накидка у тебя есть? Инкуб давит ее. Накидки нет у него. Хорошо. На ней сидит и давит ее. На грудь или где ты давил? Шея. Он ей давит на живот и шея, как душит. Душитель ты наш. Выходи и вытаскивай все, что я оставил в ее биополе. Отключайся, возвращайся назад. Приступай. Не душу, а парализую. Вот как? А как это парализуешь? Это ты доводишь ее до паралича или как? Да. Нет. Обездвиживаю. Он не знает, что такое паралич. Он обездвиживает ее. Хорошо. Показывает, как у нее двигаются глаза. Тебя демон позвал или ты сам пришел? Он пришел сам. Все снял. Красный дракон. Где ты установил свои платы? Грудь, спина. Выходи, вытаскивай их, отключайся полностью, возвращайся и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Горло. Ой, грудь и горло у него ждет. У него и спины как крылья вот эти, выторчат, красные. У нее? Да, но это дракон. Дракон установил. Понятно. Ты просто сказала у него, я не пойму кто. Это, так сказать, его крылья. Его крылья, хорошо. Он снял все. Хорошо, у ящера ничего нет, да? Нет. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось невытащенным? Осталось. Выходите, а не надо, вытаскивай все свои чипы, отключайся полностью, докладывай готовности к проверке. У него такая изогнутая, стержень изогнутая, такой внутри. Он наполнял вместо души стержень и он как олова или ртуть таким цветом внутри изгибается. Хорошо. Искусственную душу. Искусственную стержень. Обмен. Нормальный у тебя обмен. Он снял. Хорошо. Скэнер, дай мне полноту души Алены на настоящий момент. 86. 86. Хорошо. Все равно не хватает. 13-14%. Идем дальше. Рассинхронизацию мы сейчас сделать не сможем из-за действующих контрактов. Переходим сразу к анализированию контрактов и договоров. Я объясняю, Алена, у вас заключенный контракт с демоном в прошлой жизни. Вы готовы его расторгнуть? На руку показывает. Там есть артефакт. Они так заключили контракт. Да, он должен вытащить. Нет, произойдет обмен. Демон из контракта часть души вернется. Я не задал совсем другой вопрос. Вы желаете вернуть свою душу? Конечно. Она показывает эту руку. Она должна поменять то, что вставил демон, и забрать душу из контракта. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Алена взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю слухи, и тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все согловороды, дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Просто контракт большой вышел, у нее один. Пусть повторяет. Контракт на воплощение. Она знала, что так будет. Давай поставим монитор и посмотрим содержание этого контракта, когда он был заключен и на каких условиях. Душу в обмен на, как власть над людьми, знания. Когда это было? Контракт был несколько лет действовал. Действовал во время ее жизни 1842-1860. Демон, ты ей дал то, что она у тебя просила по условиям контракта, власти, знания? Дал, дал. Потому и душа у меня разрешила ей перевоплотиться. У нее был выбор. Хорошо, Алена. Выбор есть всегда у души. Понятно, Алена, вы допустили большую глупость в прошлой жизни, но на ошибках учатся. Хорошо, что вы здесь, а не где-то в другом месте. Пусть Алена повторяет за мной. Внутрия властью моего суверенного я, я объявляется собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Она есть. У нее из руки выходит шар, уплотнение такое. Они называют это демонический шар. Он возвращается в контракт, а из контракта идет часть души. Какая рука? Левая? Ну, я вижу ее как правую. То есть она стоит напротив меня, и я со своей левой руки вижу у нее правая. Хорошо, если твоя левая, значит у нее правая. Хорошо. Готово. Эти шрамы на левой руке с чем связаны? Кто может объяснить? Какие там узлы на руке у нее левые? Причастные есть? Темный шар, темный этот. Квадрат. Хорошо. Итак, контракты мы аннулировали, открывая воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты вместе с фантомами этих контрактов и копиями уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Аннулировано. Сейчас, короче, этот демонический шар, он делает, как рука с одной руки заходит, с другой выходит, чтобы собрать все частицы. Все правильно. Готово. Открывая, значит, воронка открыта. Открывая воронку, я ее закрыл. И этот шар уходит на переработку тоже. Что там осталось еще? Есть. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Алены с этим черным кубом, гуманоидом, ящером, красным драконом, инкубом и демоном. На 4, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она чистая, но души не хватает у нее. Хорошо, сейчас закончим. Подхожу к Алене. Помогая моей энергии, осъедините все каналы. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Они тяжелые такие. Готово. Все отлетели? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, все каналы улетают на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, Алена, возвращаемся к вашей части души, которая находится сейчас в копии. Вы желаете ее вернуть назад? Да, конечно. Отлично. Намерение сформировано. Выстраиваю канал от Алены к ее копии. 1, 2, 3. И реверсом забираем из этой копии частички ДНК. Право забираем назад. Да будет так, а так и есть. У нас это трагедия в клетке. Ящер ругает гомоноиды. Да ты что. Да. Милые бронятся, только тешатся. Это его копия. У нас их разборки вообще никаким образом не касаются. Я вернулась с свет души и копия. Она свернулась. Сложилось отлично. Сложилось отлично. Анастасия. 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 А как это получилось так? Мы такое видели только в магии. Раздвоение он сделал. Это он сделал? На астральном плане? Сделал копию квартиры ее? Анастасия. Хорошо. Значит, придется туда и это уничтожать. Копию. Сейчас запишу себе. Я помню, в черной магии у нас такое было. Хорошо. Демон. Я в квартире там тоже буду собирать негатив. Тебя он интересует тоже? Да. Хорошо. Я тебе его дам там в дорогу соберу. После того, как ты уберешь все, что ты там оставил. Сейчас я открываю два портала. Один для красного дракона. Один для демона. В эту квартиру. На счет три. Один. Два. Три. Демон уходит в один портал. Красный дракон уходит во второй портал. Закрываю печатаю и растворяю оба портала. Готово. Вот здесь идет информация. Этот гуманоид сделал копию квартиры. Он сделал копию вот этого куба сверху, чтобы он был. Хорошо. Мы это найдем. Это не проблема. Инкуб. Больше никогда в этот биопуля ты не придешь. Тебе это понятно, да? Надеюсь. Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирай все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Гуманоид. Гуманоид Ута. Гуманоид Ута. 20 лет. Нет, подожди. 20 лет черный куб находился в биополе. Продал ящеру копию. Из копии мы забрали. 46% души. Еще какая-то часть души была, конечно, от контракта, который она с демоном заключила. Ну, где-то порядка, я думаю, 14%. Да. Они оба сейчас находятся в клетке. Посмотри, пожалуйста. Забираем обоих. Благодарю. Видишь, ящер, нельзя верить гуманоидам. Готово. Хорошо. Черный куб у нас остался, да? Да, есть. Под ним, открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Значит, информация идет, что черный куб – это ее страхи, которые разрослись уже в такой негативе, который держал ее, контролировал ее. Сейчас, когда у нее душа вернулась полностью, и она цельная, она сильнее любых негативов, и она должна это помнить. Благодарю куратора за эти слова. Хорошо. Закрывая, опечатая, растворяем. Есть. Открывая портал для красного дракона в квартиру Алены. Красный дракон уходит в этот портал, собирает все. Закрывая, опечатая, растворяем. Хорошо. Итак, поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. У нее выходит грязь какая-то, чернота. Выдавливаем это все откуда она идет? Из ее мыслей. А источник есть этой черноты или она сама этот источник, который выдумал себе, что на нее было воздействие? Она сама источник. Она сама источник. Но мы все равно и покажем это. Вышла эта чернота? Да. Хорошо. От черноты выстраивай канал к ответственным, если таковы есть. Они притягиваются в клетку тюрьму. А если нет, это она сама. Ну, мне ее показывают. Просто она моложе на многое. Она кричит. У нее слова разные выходят из горла. Значит, никто не притянулся, да, Вера? Нет. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Может быть, это ее магическое воздействие было на кого-то, Вера? Ну, вот эти слова, они как массы, как масло черное, вот такая масса какая-то. Грязь. Она и была эта. Я думаю, Алена знает прекрасно. Как проклятие, что ли, слова вот эти. С ее стороны. С ее стороны. Хорошо, Алена. Видите, как легко себя грязью замарать, когда говоришь с ненавистью и проклинаешь вокруг себя все. Идем дальше. Переходим на чистоту. Есть. Пусть тонкая копия Алены вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Пятьсот. Пятьсот. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Алены до числового значения пятьсот герц. Пошел подъем. Это тихая радость. Потом. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Алена. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Так и чувствую тихо и радостно. И я понимаю, что мои энергии, они шире и больше этого черного куба. Они намного ярче. И вибрации положительные. После сеанса наш администратор перешлет вам рекомендации. Вы должны выставлять все защиты, сбрасывать обязательно негатив каждый вечер и заправлять себя каждое утро энергиями. Цифры мы вам в сеансе назвали. Кроме того, у нас есть обучающие видео на канале. Администратор Ольга перешлет вам эту информацию. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Субтитры создавал DimaTorzok